Добрый вечер! Если раньше мы слышали, я имею ввиду в прошлом месяце и позапрошлом месяце, про некие рекорды, то, например, в апреле эта инфляция составляла 8,3%, в мае 8,5%, и казалось, что это уже пик, в марте, простите, а вот в мае она побила рекорд и стала 8,6%, это официальные данные Министерства труда. Дорожает все, мы, конечно, это видим, в первую очередь, на заправках, бензин дорожает, продукты питания, медицина элементарная и билеты на самолет, и абсолютно все. Многие люди, конечно, в этом винят, в том числе многие мои знакомые, конечно, в этом винят президента Джо Байдена, да, и многие люди, на самом деле, даже не понимают, а что такое инфляция. И, насколько я знаю, я, конечно, не эксперт, эксперт у нас Давид сегодня, и мы его об этом будем спрашивать, но из того, что мне известно, это экономический рост и высокий покупательский спрос. Но так ли плохо, на самом деле, положение экономики в данное время, и когда мы получаем такую высокую инфляцию? Давид, этот вопрос к вам. Дело в том, что я не согласен, что в этот раз инфляция из-за роста экономики. Я думаю, что в данный момент инфляция создана тем, что как бы не рост спроса, а упало предложение товаров из-за того, что из-за пандемии и также из-за войны. Так как предложение, то есть количество товаров упало, цены на них поднялись, а спрос, в самом деле, не вырос. Поэтому, как бы это не времена, зарядные времена, когда предложение товаров упало, а не спрос поднялся на них. Ну хорошо, мы говорим, количество товара упало. Например, автомобили. Каких-то деталей не хватает, микрочипов не хватает, еще чего-то постоянно не хватает. Вы говорите о том, что это последствия пандемии. Но, в конце концов, пандемия была два года назад. И как долго мы еще будем называть это последствиями пандемии? В чем проблема, реально? Мы не можем изобрести или где-то не могут изобрести чипы? Ведь даже изобретать, на самом деле, ничего не нужно. Уже изобретено, нужно привезти. Мы за два года не можем привезти их. В чем проблема, реально? Дело в том, что пандемия, большие перебои происходят еще в Китае до сих пор, связанные с пандемией. Мы еще не совсем, как бы, покорили коронавирус. Второе – это война между Россией и Украиной. Украина поставляла 20% качественного зерна всего мира. Это довольно большая цифра – 20% зерна всего мира. Из этого зерна – это корм, это в третьем мире особенно большой спрос на зерно. Но это, как бы, еда людей. И из-за этого цены сильно поднялись. Это, как бы, для бедных народов мира – это большое влияние на их экономику. И поэтому это одно из вещей. Дело в том, что… Вы сказали насчет Байдена. Дело в том, что Байден в начале своей администрации запретил бурить новые скважины на Аляске и закрыл нефтепровод с Канадой. Строительство нефтепровода с Канадой. Это повлияло на то, что Соединенные Штаты при Трампе продавали нефть, а теперь они покупают ее. И поэтому цены у нас выросли. Значит, поэтому, как бы, я бы сказал, что, как бы, и Путин виноват, и Байден тоже в инфляции. То есть это не только… Ну, Давид, на самом деле же проблема не только в нефти. Ну, хорошо, понятно. Бензин, допустим, мы его там в сторону отодвинем и скажем, хорошо, с нефтью понятно. Россия, война, мы по каким-то причинам не будем скважины, нефти нет. Бензин дорожает. Окей, хорошо, здесь это другая тема. Но все остальное-то почему? Ну, дело в том, что еще прием обратно к нефти, все перевозится, все товары перевозятся. И те же продукты перевозятся. И нефть – это бензин, и он используется в перевозках. А транспорты зависят цены на все практически. Поэтому мы должны это нельзя отставить отдельно. Это большая часть. Также продукты – это большая часть экономики, важная часть экономики и семейных бюджетов. Бензин и продукты, и также стоимость арендации жилья поднялась тоже. Аренда и стоимость недвижимости, конечно, поднялась во многих штатах. Причем очень значительно поднялась. Но вы сказали, что это невысокий покупательский спрос. Вы имеете в виду, что это именно сейчас в мае месяца такого нет высокого покупательского спроса? Или в принципе вот эта инфляция, которая происходит в последние месяцы с декабря, предположим, прошлого года, вы считаете, что она никак не связана с покупательским интересом? Покупательский интерес в самом деле не вырос. У нас ВВП не особенно выросло. Мы не производим больше и мы не покупаем больше. Дело в том, что цены выросли из-за того, что цены на ресурсы выросли. А ресурсы много зависят от энергии, конечно, и от продуктов. И Россия в самом деле всего поставляет 10% международной нефти. Это как бы значительно, но не так значительно. В основном Китай покупает и Индия в России. И все санкции на нефть, они только привели к тому, что Россия продает столько же нефти, сколько она продавала раньше, только подешевле ценам, чем рыночные цены Китаю и Индии. Но количество не изменилось. То есть в мире поставки нефти не упали за это время. Но при этом цены на бензин выросли не на 10%. Понимаете, о чем я говорю? Но тут еще такой момент, Давид. Хорошо, нефть это понятно. Мы поняли с этим очень большая проблема. Россия, война, все дела. А вот продовольствие, когда мы говорим, что из-за войны в Украине Украина не может поставлять зерно в другие страны, здесь не очень понятно. Такое ощущение, что Украина кормила весь мир этим зерном, и только им мы питались, и теперь мы встали с этой проблемой, и у нас нет детского питания, у нас еще чего-то нет. Постоянно возникает какой-то кризис. Дело в том, что 20% Украина поставляла качественного зерна в мире. Это большая цифра. Это большая цифра. Из-за того, что крымские порты и перевозки через Черное море сейчас лимитированы из-за войны, то большое число этого зерна не поставляется. Это во-первых. Во-вторых, вот эти стоимости перевозок из-за нефти и мировые цены на нефть еще раз поднимают цены на продукты, потому что они перевозятся. Это международная торговля продуктов. И также фертилайзеры. Возвращаясь к вопросу о состоянии экономики, каким вы его оцениваете сейчас? Ну, дело в том, что я считаю, что мы идем... Как бы рост экономики, ВВП небольшой. И в самом деле, если мы идем или к стопляции, или к рецессии, и поэтому каждое движение из-за того, что инфляция растет, то Федеральный Резерв старается с ней бороться и поднимает ставки. В среду должно быть очередное поднятие ставок. Может быть, на 0,5%, может быть, на 3,4%. Мы еще не знаем. Дело в том, что чем больше поднимается процент резервный, тем больше шансы или стопляции, или рецессии. Потому что если процент большой, то компании стоит дороже одолживать деньги и развиваться. И людям становится дороже покупать жилье. А жилье уже и так надутое. Его тяжело купить, потому что моргидж, суммы выросли из-за того, что выросли ставки на моргиджи сильно в последнее время. И затормозилась листья продажи жилья из-за этого. Особенно жилья, дорогого жилья. А дорогое жилье упали продажи примерно на 18% за предыдущий квартал. Сейчас у наших слушателей появился вопрос. Давид, что такое дорогое жилье? Потому что сейчас найти, в принципе, дешевого жилья невозможно. Что такое дорогое? Нет определения, сколько стоит оно. Стоит столько, сколько, как бы, то, что называется willing buyer is willing to give. То есть человек хочет платить, сколько человек хочет платить за него. И дело в том, что чем больше резервные ставки, тем больше моргидж, пеймент, и тем меньше человек может себе позволить этого жилья на свою зарплату. Поэтому, как бы, поднятие ставок может привести или к поднижению продаж, а это может привести или к поднижению цен, или цены могут затормозиться на долгое время. Хорошо. К недвижимости мы с вами вернемся чуть позже. У меня есть очень много примеров и вопросов. А вот, вы знаете, после появления этих данных, которые я в начале программы озвучил, на прошлой неделе, когда Министерство труда сообщило об инфляции, началось падение на фондовых рынках. Три основных биржевых индекса снизились более чем на 2%, при том, что они в последние недели снижались и так. Аналогичная ситуация была в марте, когда тоже Министерство труда опубликовало отчет. Почему, когда выходит новый отчет, рынок реагирует падением? Дело в том, что рынок – это лидирующий экономический индикатор. То есть люди считают, что это то, что понимает большинство sophisticated, то есть умных людей, которые занимаются рынком, они предсказывают обычно правильно, что произойдет дальше в экономике. И дело в том, что если показатели инфляции поднимаются, то шансы на то, что резерв будет больше поднимать процент, федеральный резерв. И тогда шансы растут на стакфляцию, мы потом поговорим, о том, что это значит, и на ресессию, мы тоже поговорим об этом дальше. Но шансы на экономический спад повышаются, из-за того, что повышается шанс на поднятие резервных ставок. И поэтому рынок так реагирует. Рынок сегодня упал примерно на 4%, а за 5 последних дней на 9%. То есть это значительные падения из-за того, что думали, что инфляция все-таки начнет немножко спадать, а она в самом деле немножко подрастает. То есть нет индикации, что это временное явление. Кажется, что это переходит в постоянность. И это плохой показатель. А рынок предсказывает, что у нас больше шанс на ресессию. Вот вы когда говорите, что рынок упал на 8% или что-то, это звучит очень серьезно. И у меня здесь вопрос. Не может ли наступить порог кризиса какого-то в этом плане? А кризиса? Экономического я имею в виду. Ну вот это и есть ресессия. Кризиса и ресессия – это экономический спад. То есть ВВП падает два квартала подряд. Еще этого нету как бы технически, но продажи магазинов уже упали. Об этом говорит Амазон, Таргет, Волмарт. Они говорят, что продажи падают. То есть это один из показателей стакфляции. И также вы говорите, что как бы unemployment небольшой. Но дело в том, что мы должны понимать, что эти цифры из тех, кто находится на unemployment compensation, в самом деле занятость в Америке очень низкая. То есть всего 60, примерно 62% людей рабочего возраста работает в Америке. То есть это значит, что 38% людей, которые рабочего возраста не работают. При этом из взрослых 48% вышли на пенсию уже. То есть 52% обслуживают себя и еще 48%, которые в самом деле не приносят ничего для роста экономики. Ну вот вы говорите, 38% рабочего возраста, скажем так, людей рабочего возраста не работают по каким-то причинам. Ну может быть они работают нелегально на кэш, либо они занимаются какими-то своими делами, я не знаю какими. Но эти люди или достаточно просто, может быть, имеют денег, чтобы жить и не работать. 38% в принципе это большая цифра. Вот у меня есть некоторые данные, я хотел бы о них рассказать. Число новых рабочих мест в США в апреле оказалось выше ожиданий 428 тысяч. Почти такое же количество было в марте. Это 400 с лишним тысяч новых рабочих мест. То есть открываются заводы, открываются компании, компании пытаются нанять людей, а людей нет. Очевидно, что есть конкуренция на рынке труда, это, наверное, хорошо. Уровень безработицы официальный, да, вы сказали 38%, это ужасно, но официальный минимальный, исторический минимум 3,5%. А мы при этом говорим, вот Байден, плохой экономика, туда-сюда. Цифры говорят, что как будто бы наоборот, понимаете, иммиграционная служба добавила рекордное количество виз для иностранных работников. Потому что мы не имеем достаточно работников, чтобы покрыть все эти рабочие места. 35 тысяч виз одобрено в этом году. И я считаю, что на самом деле это, наверное, мало, чтобы покрыть 400 тысяч новых рабочих мест в месяц. Вот как вы оцениваете эти данные? Вы не доверяете им? Я думаю, что дело в том, что, как я сказал, что пожилых пенсионеров примерно 48% от взрослых. Их нужно обслуживать. Так как после войны мало детей в семьях стало, малодетность, то процент пожилых становится больше, скоро будет больше, чем те, кто работает. То есть вот этот спрос на рабочую силу создан не тем, что для лакшери, а для того, чтобы обслуживать многое из этого, для того, чтобы обслуживать пенсионеров. То есть им нужна медицина, им нужны нерсинг-хомы, им нужны нерсы, им нужны врачи, им нужно медицинское обслуживание, им нужно очень много сервисов, которые это не consumer discretionary, не то, что лакшери, а то, что необходимости, это необходимость обслуживать пенсионеров. И она большая, поэтому спрос на работников, он растет в самом деле без того, что мы думаем, что ведет к подъему, то есть спрос на какие-то новые машины или какие-то новые предприятия, какие-то красивые вещи, а просто на необходимости обслуживать пенсионеров. То есть этот спрос не показывает на то, что у нас какой-то особый рост, мы просто обслуживаем неработающее население по каким-то причинам. То, которое, те 38%, которые не хотят работать, я еще хотел поговорить о этих 38%. Так как цены растут на вещи, то многие из них, так как спрос на рабочих большой у нас, из-за того, как я сказал, из-за того, что много пенсионеров, так как цены растут, то больше людей, больше людям в семьях нужны новые работы, чтобы платить, потому что все стало дороже. И, может быть, тот второй человек в семье, который раньше не работал, сейчас нуждается в новой работе, чтобы оплачивать эти расходы, потому что становится больше расходов, 8,6% инфляции, а инфляция, это серьезно показывается на семейном бюджете. И потому, может быть... Давид, я прошу прощения, я должен вас прервать. Сейчас мы уходим на рекламу, после которой продолжим выпуск. Конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!